у нас тут сегодня просто потрясающий праздник дрифта всего в двух тысячах километрах от красноярска без перелета через море без виз на настоящий эбису но не в японии а в монголии это точная копия трассы единственная с небольшими изменениями последующих поворотов но основной вот этот прыжок основная вся длина которая была вдоль стены здесь стены нет здесь покрышки которые еще опаснее она точно повторяет то где место где разбил нафиг сильвию очень страшно очень интересно и пацаны просто мрачно валят и ничего не боятся и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть какое-то колоссальное количество дрифтовых автомобилей и дрифтовых команд. Вообще, я, конечно, понимал, что в Монголии дрифт есть, потому что к нам ребята из Монголии в Красноярск приезжали. И я им даже GT86 подпалил разок. Но чтобы их было столько и все разнообразные, вообще, говорит организатор, что здесь можно собрать до 50-60 машин разом. Здесь у нас сейчас приехало 30 человек, и у них, оказывается, даже есть два класса, стрит и про. В каждом классе есть свои чемпионы. Я говорю, так, не надо нам по классам сегодня делить. Вот у нас сегодня все в одну кашу, как в Сочи Дрифт Челлендж. И вот они сегодня приехали. Есть как раз оба чемпиона здесь и про, и стрит. И вот посмотрим, как они тут будут между собой меситься. Мне нравится так стравливать разные классы между собой. Ужас. Иногда они так страшно звучат, что кажется, сейчас все поршни повылетают вместе с шатунами. Но ничего, держатся. Объединили сегодня всех ребят, сделали для них квалификацию, дали задание, как в Д-1 сложное, с прыжком, с вылетом, и сделали классический топ-16. И сделали классический Д-1-шный топ-16. Поэтому кто сегодня выиграет, а вы же знаете, как о событии рассказали, так его и воспринимают. Поэтому сегодня мы выявим монгольского Дикея. Изначально на этом треке был бетон, как на оригинальной Эбисо. Но в него стали все врезаться, сказали, не, нам такое не подходит, это очень опасно. И бетон демонтировали. И сейчас здесь вот так. Чтобы вы понимали степень проблемы, смотрите, я сюда очень глубоко спустился. И если ты сюда чуть-чуть ошибся с траекторией, и выпадаешь хотя бы одним колесиком, тебя вот эта яма засасывает, и бросает сначала вот в этот бетон, и ты там разрушаешь подвеску. А потом ты улетаешь в покрышки, и они тебе доламывают всю машину, и еще способствуют перевороту. Поэтому вот это все явно хуже бетонной стены. Она понятная, она стоит, она никуда не денется, и ты в нее можешь прицелиться. В это прицелиться невозможно. Поэтому здесь, конечно, адский экшен в части вылетов. Я ребятам подсказал, куда целиться. Это вообще нафиг не помогло. Мы только что видели, как машина убралась, потому что выбрала неверную траекторию. Именно такую не выбрала. Выбрал траекторию, которую я выбрал, когда списал Сильвию. В общем, вот эту шишку объезжать нельзя. Надо ее вот ехать напрямик и прыгать с нее, и не бояться за подвеску. Лучше на приземление рычаг, чтобы оторвался, чем тебя засосет вот в эту дыру. Я на первых тестах здесь, когда поехал, думаю, блин, сейчас им разгон дай, прыжок дай, все посломаются, гонки не получатся. И говорю, ребята, давайте поедем. Короткий разгон, аккуратно шишку обрулили под газом и во все клипы попали. Они тут же возмутились, говорят, ты что, в смысле? Мы готовы с разгоном, мы готовы хоть от горы разгоняться. Дай нам прыгать, дай нам скорость. И говорят, мы сейчас покажем. И как показали, они реально это делают, давно это умеют. И поэтому все мои вот эти менжевания, типа, надо сохранить машины, они здесь не работают. Они настоящие волки и спортсмены. Им не надо короткий разгон, им надо мят. Перекат – точная копия Эбисовского. Он даже форму повторяет. И самое-то главное, что его нужно ехать точно так же, как в Японии. Вот если его ехать по безопасной части, как это кажется, где нет прыжка, ты, скорее всего, окажешься в дыре или вот в той стене из покрышек. По серединке небольшой прыжок и правильная траектория. Ну а если у тебя быстрая машина, и ты хочешь от всех сбежать, то нужно прыгать с самого холма, но там есть шанс полного разрушения всей подвески, выпадения стоек и искривления лонжеронов. Поэтому здесь очень умная, очень сложная история. Нужно правильно подбирать вектор. Особенно мы дали самый максимальный разгон, который здесь возможен. И нужно так правильно прицелиться, чтобы и в клип попасть, и в стену не заехать, и еще внутри не оказаться. В общем, Эбису – это самая сложная дрифт-расса в мире. И ребята ее здесь у себя повторили и практикуют. А раз они это практикуют и это умеют, значит, будут самыми крутыми дрифтерами в мире скоро вместо японцев и русских. Чтобы вы понимали, с самого утра эта великая монгольская стена еще вся была целая. А к обеду в ней уже проколупали две огромные дыры машинами. И ребята так хотят показать, что они круто валят, что вылетают просто всей тачкой, проделывают огромное отверстие, потом тремя эвакуаторами достают, и они не сдаются и дальше едут. Он сейчас выйдет, колеса почистит и дальше попрет. Причем стена на самом деле от трассы очень далеко находится. Вообще BMW в местном чемпионате это экзотика, и похоже, что эта экзотика не очень-то и приживается. Пытается самовыпилиться здесь, в степях. А теперь настало самое интересное. Время познакомиться, на чем же ездят ребята в монгольском дрифт-чемпионате. И первое, что попалось мне на глаза, ну здесь в таком виде сложно не попасться на глаза и не привлечь к себе все внимание, которое есть, это вот эта двухцветная альтеза. Вам не кажется, что она шершавая. Она сильно шершавая. Она даже с 500 метров шершавая. Она покрашена какой-то странной шагренью, причем здесь очень много, у нее огромный слой. И мне кажется, если его сейчас содрать наждачкой, машина станет легче, ну килограммов на 100 точно. Очень странное решение, но внимание как минимум привлекает. Не знаю, правда, можно ли привлекать внимание настолько странными решениями. Тем более здесь вот такая вот штука есть с надувающимся глазом. Ну, в общем, явно владелец любит внимание к себе. Но это ладно. Что под капотом? Ну, естественно, что мы еще могли найти в Альтезе, как не GZ? Ну, не V8 же. Кто же Вальтезу V8 ставит? Здесь трехлитровый низ и голова от двухсполовинчатого мотора, так называемый полтора GZ. Турбина называется Куру. Я такое первый раз слышу. Она черная. Похоже на тридцатку. Здесь обилие всяческих шлангов, которые я не понимаю, зачем нужно. Нужно, видимо, у форварда спросить, до чего они нужны. Греди оригинал кулер, кстати. И, о, щуп торчит. Посмотрите. А знаете, почему щуп торчит? Из-за картерных газов. Ну-ка, подзаткну-то я его на всякий случай. Ну и в целом, больше тут ничего примечательного нет. Мы таких свапов видели, начиная с 2008 года, просто миллиарды. Настроено это, кстати, все на Якумастере. Вообще, конечно, редко встречающийся очень мозг, но здесь ребята его используют. Я уже ни на одной машине его видел. Так, что еще у нас тут попадает нам на глаза? Торчащая передняя колея. Здесь Дамир Спек выворот, как ни странно. Запиленная сошка, удлиненный рычаг. Все. Ну и, естественно, вот такие вот огромные диски. Точнее, диски не огромные, вылит огромный. Смотрится в целом соотносительно кузова ОК. А вы знаете, тут в задней части очень много интересных и уникальных решений. Обратите внимание, здесь у нас полноценный варной каркас. А вот это фаерволл, но он из ткани. Фаерволл из резиновой ткани, прибитый к каркасу на заклепке. К нему прибит бак, видимо, с жидкостью для метанольной системы, а защищает этот фаерволл водителя, знаете, от чего? От стандартного бака, который прикручен к каркасу наверху, как запаска у машин для путешествия по пустыне. И здесь стоковый бак со стоковыми магистралями торчит прямо за спиной водителя, а защищает водителя от этого всего тканевый фаерволл, а здесь еще сбоку и дыра размером с мою голову. Потрясающая инженерия и очень безопасная. Первое, что бросается в глаза в интерьере, это вот эта потрясающая проводочная лапша. Но так как ребята недалеко от Японии находятся, то назовем это японским стилем. Я помню, когда Эгасайто приезжал во Владивосток и мы смотрели его турик, точная копия. Причем у Дайгасайта оно еще и на полу валялось и нормально на этом гонял и вуз не дул. Вот собственно получается это косплей на японский инжиниринг. Все остальное в целом на своих местах ручник имеется, но... О, а куда он идет? Это что такое? А нет, все в порядке. Это обычный какой-то цилиндр вазовский или уазовский. А здесь масса от москвича. Ничего себе! У меня в 412 точно такая же масса была под капотом. И я маленький никак не мог нажать, мне силы не хватало. Такая противоугоночка советская. То есть ты массу не можешь включить, если ты не богатырь какой-то и прожимаешь ее. Круто! Она еще с баллончика покрашена. Потрясающе! И тахометр гигантский. Блин, мне сюда смотреть надо какой-то тахометр. А, я же боком еду. Отлично видно. Как раз тахометр перед глазами и надувающийся глаз. Ну а теперь мое самое любимое. Тест чужого автомобиля на чужой гоночной трассе. Ну и в случае с Альтезой может быть не так страшен черт, как его молюют. Сейчас проверим. А тут как будто даже есть немножко мощи. Так, сил на 350, на 400 она едет. В шину, понятно, не упирается, потому что здесь у всех эта китайская простая шина стоит и она машину не сильно толкает. О! Это что? Что? это такое? А, это какой-то антилак наоборот. Просто катишься и на сбросе газа она пердит. Причем пердит так, что в кроссовок аж отдает. Блин, ох уж эти монгольские спецэффекты. Ну-ка. Какой классный тю-тю-тю! А что, лов заклинил, что ли? Почему она так делает? Очень прикольно звучит. И надо сказать, что очень неплохо управляется. Видимо, это тамир спек на запиленные сошки рабочая история. А! Так. А вот здесь уже у нас сложности присутствуют. Да не пукай ты, блин, ручник не работает. Ну-ка. А ничего си! фулл-лок, фулл-троттл везет! И дымит. Блин, что с ручником-то делать? Я же так нормально не поставлюсь. На-ну-ка. Блин, это очень весело. А ручник надо было, чтобы заработал. Нужно было разогнаться. Вот оно что. Он не очень мощный, и поэтому на малой скорости колеса не схватывает. А разгоняешься, и вообще все чудесно работает. И самое главное, что здесь супер-мягкая подвеска, и она потрясающе приземляется с прыжка. Очень неплохой автомобиль. Нифига себе. Выглядит страшненько, а работает по гоночному вполне себе. Ну, за исключением вот этого. тахометр не работает, глаз не надувается. Две поломки сразу обнаружены. Косяк. Водятся в монгольском чемпионате и Сильвии тоже, хотя они здесь в конкретном меньшинстве. И подход к их постройке совершенно разный. Вот это, например, назовем ее Джеймс Динспек, единственная машина во всей Монголии на Вайсфабе. Естественно, здесь стоит Джейзет, правда, не второй, а первый, большая сингл-турбина, 154-я коробка и, внимание, стоковый редуктор от Спек-Р и стоковые привода. И это живет и не разрывается на запчасти от первого клоча. А все потому, что весь чемпионат едет исключительно на обычной не полусликовой китайской шине. Типа Триангла или Гудрайда, но не Спорт РС. Спорт РС, Тволина, здесь ничего этого нет. Ребята ездят на самой простой шине, и поэтому вот эти простые запчасти, которые обычно 300 сил разрывают в щепке, здесь живут. А эта машина, назовем ее Кавабата Спек, на СРе в 300 сил, на стоковой пятиступенчатой трансмиссии, естественно, на стандартных приводах и редукторе, причем куплена она недавно с Японии, прямо с чемпионата, там на двери даже отсылочка есть, формула Дрифт Джапан, проще, ехала машина на каком-то мацуре японском, ее тут же забрали, привезли сюда, и она мчит, причем мчит сразу же на подиум. Мы так делали в 2008 году, когда возили эти машины просто товарными объемами, в них можно было садиться сразу и сразу ехать на Дрифт Баттл на Красное Кольцо. Вот здесь сейчас повторяется история Красноярска 10 или сколько, 15 уже лет назад. Ну, естественно, GZ. Никаких сухих рокеров, никаких, значит, там, АТ-дамперов, ничего тут такого нету. Зато турбина здесь не Кура, а оригинальный Гарретт 30. Настроенный, кстати, на Power FC. Помните, такой мозг раньше был с Тетрисом? Power FC. Мы раньше на него молились все, у меня на мазе он стоял, считалось, во, топчик. Вот, ребята, пожалуйста, его используют, но я слышал, что они его не настраивают особо. Там так, меняют угол зажигания чуть-чуть в Тетрис, и все. Нет уже специалистов, они вымерли, как мамонты по Power FC. А Power FC остался живущий собака. В салоне, помимо проводочки уже типичного нам Дайго Спека, есть абсолютно потрясающее решение. Ручник дергается, и у него есть вот эта тяга. И она уходит, посмотрите куда, это просто потрясающе, в главный тормозной цилиндр от УАЗа. Вся конструкция причем шевелится. Просто великолепие. Да это же отлетит дальше. Класс! Неужели она работает? Ну вы посмотрите, какая красота! Японская классика! Причем, что 15 лет назад она вот такое приезжала с аукционов, что сейчас, как она не стареет и не умирает, я не понимаю. Но это, видимо, настоящее японское качество. Вот вам, пожалуйста, замотанный коллектор, турбочка какая-то висит, топливный регулятор, и все, ничего больше нет. И прекрасно это едет, пока рокеры не отлетят нафиг. Да я же снова в 2008-м! Стоковая полностью по салону Сильвия, ковшик, датчики DeFi, Dual SBC Boost Controller и тахометр DeFi перед лицом. Потрясающе! Запах токио здесь, конечно, потерян почему-то, куда-то он выветрился, хотя он в машинах обычно долго держится в японских. Но все остальное, блин, как в молодость окунулся! Как же круто! Потрясающе! Прозрачная управляемость около стоковой Сильвии! Килограмм буста! Это, конечно, вининг машин здесь! Если и правильно рулить, можно всех побеждать! Она по энерговооруженности, как турик, только легче и короче турика! Всегда Сильвии ехали лучше туриков! Но, понятно, чаще ломались, если был стаппинг их, потому что все тоненькое очень! А здесь идеальный баланс! 300 сил, сток-коробочка, сток-привода и нет зацепа! Ну, относительно нет! В целом, на триангле машина очень неплохо рулится и толкается! И самое главное, что она совершенно не испорчена лишним тюнингом! Все, что нужно, стоит, а все, что не нужно, все, что может испортить машина, сюда не успели поставить или просто еще пока не додумались! И хорошо! Вообще, меня, если честно, иногда посещает такое чувство, что мы в нашем дрифте куда-то не туда свернули! Потому что вот машина за очень дешево, я уверен, что она стоила не дороже 15 тысяч долларов! Я почему в доллары говорю? Потому что здесь я не знаю, как в местные тугрики переводить! Валюта тугрик называется! Вот! В рублях, ну, наверное, не дороже, чем полтора миллиона! А удовольствие от вождения ничем не хуже, чем от гоночной машины! А еще самое главное, что можно много ездить и не ломаться! И постоянно спирт не заливать, постоянно веслейт не менять каждые два заезда! Ты просто много тренишь! Так же валит дым в салон! Так же ты проезжаешь достаточно динамично траекторию! И это стоит... Вообще ничего не стоит! Блин! Как будто нужно создавать такой чемпионат вот именно с таким ограничением по машинам! Он здесь вот сам по себе такой организовался, потому что они полуслиг не используют! А машина вот такая здесь везет! Эта вот машина на третье место заехала на этапе! И выглядела динамично! И всех догоняла! И дымила! И вот на третьей передаче я могу прыгнуть здесь поставиться! Вот, пожалуйста, никаких проблем! Все валит, рулится! Чистый кайф! Блин! Короче, стоит, наверное, думать о подобном чемпионате или просто запретить нафиг все эти полуслики! И машины сами такие все станут потому что другие не потребуются! Ну, раз уж я на этом соревновании импровизированном оказался главным судьей, то будем продвигать тогда японскую схему проведения этапа! Ну, мы же на Эбису почти что! Поэтому с утра сейчас провели быстро короткую тренировку! поломали немножко стен и машин я, правда, к этому не причастен я спокойно катался и ничего не разрушил далее маленький перерыв и квала сплошным потоком по две попытки выбираем всего 16 как это происходит в Д1 остальные отсеиваются поэтому квала здесь это очень важная часть соревнования можно взять просто и не попасть в парные заезды парные быстро едем по олимпийской сетке топ-16 выявляем местного Дикея а вот с ним я уже поеду в суперфинал поборемся с местным чемпионом гонка прошла просто великолепно и как же круто судить по старой школе никаких полосочек и границ трассы никаких электронных помощников важно только валит гонщик или нет и в этот момент как раз и раскрывается вся пилотская суть и агрессия сразу видно кто матерый волк а кто пока еще прикидывается к годным дрифтерам если ты едешь на грани газ в пол ты всегда получишь максимальный балл и точно знаешь что есть смысл рисковать дрифт всегда был более эмоциональной нежели точной дисциплиной и я постарался ребятам через квалификацию и парные заезды донести эту идеологию и судя по результату у меня отлично получилось я увидел море ярких опасных дерзких заездов которые запомнятся надолго своей энергетикой а ребятам помогут вырасти в скиле значительно быстрее по итогу по итогу до финала добрался и выиграл в нем победитель квалификации и один из самых известных местных гонщиков который по совместительству еще и судья монгольских соревнований и он приверженец теории что скилл и управляемость важнее мощности это очень заметно по его мрачку ну и наконец-то у нас в руках машина победителя этапа господа марководы и чайзероводы приготовить влажные салфетки сейчас будет спеклист твою мать это не подможно под капотом здесь первый стоковый джейзет на 264 валах и на гибридной турбине и внимание на стандартном мозге им вообще этим мозгам никто не объяснил что в мотор кто-то вмешался они сами по себе там как-то разбираются причем эта история рабочая Никита Шиков в 2011 году стал вице-чемпионом РДС на стоковом мозге от 2GZ так что схема рабочая ребят применяйте а вот капот надо ставить какой-то легкий его невозможно держать мне кажется все тюрьевышники уже давным-давно забыли что есть такая 58 коробка и на ней можно дрифтить так вот она здесь есть и сцепление здесь усиленная органика и все это едет и едет и побеждает а из электроники самая сложная часть здесь это блиц турботаймер из 90-х так вот ты какой чемпионский турик знаете какой он он абсолютно стоковый ну что мне сейчас вам обзор на стоковый турер виза писать да их блин в интернете миллиард просто этот ничем не отличается от других но единственная его особенность у него очень точная филигранная управляемость он очень похож на сильвию едет ровно туда куда я показываю ему рулем точнее не так я смотрю глазами а руками руль поворачиваю класс понятно почему он на нем так хорошо едет машина очень точно управляется просто куда смотришь туда и едет тут уже главное водителю не оплошать и не развернуться и вовремя подъехать к впереди идущему вот вам и победа простые решения рулят ребята вот опять убеждаюсь что нельзя закапываться в этот тюнинг правильно настроенная даже стоковая машина может побеждать понятно что для этого должны быть условия трасса не супер быстрая резина китайская ну вот здесь они совпали вот вам пожалуйста без доработок почти машина классно едет классно рулится тонну удовольствия стоковый турик блин турик захотелось теперь да я просто мистер точность на нем все клипы идеально собираю рулить легко делать ничего не надо классно как сильнее с GZ это там Гочи бы понравилось допрыгался Тачка, великолепие Машина испытания выдержала, а значит гонку со мной точно сможет проехать Ну и против Турика нужно было биться исключительно на Турики Мне же досталась машина более энерговооруженная И хоть под капотом здесь все тот же первый JZ Турбина здесь HKS GT А настроена она не стоковым мозгом, а российским мозгом из Владивостока под названием стелс Так что по сравнению с той тачкой это Full Racing Spec И коробка у меня еще 154, и сцепление двухдисковое Мощи правда не сильно больше, ребята думают, что здесь сил 350, не более Так что 300 против 350 примерно то на то Но вы не думаете, что мне будет легко, потому что у меня на 50 сил больше Вы вспомните, как я на Эбису ездил? Там вообще не все гладко у меня складывается, а это точная копия прыжка Итак, погнали гонку Цареграцев против монгольского дикея И даже судейство у нас будет, трушная японская Посудит он, поднимется на вышку Отлично У нас судья японский есть теперь Почти что японский Но говорит, я не понимаю разницу, что по-японски говорили так, что по-монгольски сейчас одно и то же Он в фредбульном шлеме в Сильвии на Эссере и говорит почти по-японски Я стартую первым, отрываюсь и преследователь не может завершить заезд Разулся, потому что излишне спустился Формально я в заезде победил Но едем еще раз в пацанский ОМТ, чтобы точно узнать в бою, кто круче Стартуем второй заезд Все складывается значительно лучше Но полноценно гонки так и не суждено было завершиться до конца Ну короче, Дикей так хотел победить, что два раза проиграл на переспущенной шине Причем переспущенной у него это знаешь сколько? 1.6 А я прыгал сейчас, все четыре колеса в воздух оторвался на килограмме и фиг спустился Потому что профессионально умею спускать шины Ну блин, я ему шанс давал, сорян Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И знаете какой из всего этого можно сделать вывод? Здесь просто потрясающая дрифтовая атмосфера Того самого Красноярска 2008-2010 годов Здесь просто дрифтовое братство, которое объединено общей идеей Гонять, гонять и еще раз гонять Не важно как выглядят машины, не важно как они построены, не важно какая у тебя шина надета Они сюда приезжают и просто мрачно месят Но при всем при этом не стоят на месте Например, вот посмотрите машина Она готовится ехать в Россию в РДС в следующем году Здесь мотор на 900 сил Готовится Самсонас на нее Стоит уже Вайсфаб Здесь даже Нитрос есть У нас в России ни у кого Нитрос на гоночной машине не стоит И таких машин строится много Ко мне подходили ребята и говорят А мы 370Z строим на строкере 3.4 и на Вайсфабе И таких проектов больше и больше будет становиться Потому что ребята хотят соревноваться Не хотят быть заперты в своей стране Хотят путешествовать, как мы когда-то хотели И делиться опытом и этот опыт получать И чем больше будет таких ребят по миру Тем быстрее будет расти и круче дрифт А еще Монголия это конечно же природа И бескрайние просторы Которые я естественно захотел изучить Спасибо ребятам за гостеприимство За то, что не побоялись дать свой TRX на растерзание Да еще и повозили по разным гаражам И автоклубам по интересам Движуха тут очень трушная Ее много и она разнообразная Сказывается и нормальный доступ к японским запчастям И низкие пошлины на ввоз автомобилей Как у нас в России, когда все начиналось И куда это выросло, мы все можем с гордостью наблюдать Так что подтверждаю уверенно Автоспорт и автокультура в Монголии есть И развивается в правильном направлении Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!